На видеоконференции говорили и о выплатах родственникам погибших и пострадавшим в крупном ДТП на трассе М7. Эту важную тему продолжили сегодня на еженедельном совещании при главе республики. Сейчас выплаты получили 15 семей. Согласно поручению главы Чувашии, на помощь пострадавшим из резервного фонда кабинета министров республики направлено 3 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме этого, денежную компенсацию выплатит и фонд социального страхования России. Правда, получат ее не все, только те, кто был официально трудоустроен, имеет договор или контракт на работу, и чьи работодатели официально платят налоги в казну. Напомним, все погибшие в аварии 11 октября ехали в Москву на заработки. Мне просто интересно сейчас работать просто на таким серым схемам, не оформляя трудовые договоры. В случае болезни и так далее, они все риски перекладывают на себе. Государство, когда все оформлено, всегда готов оказать содействие. Но мы приняли решение, в связи с тем, что резонансное ДТП на федеральном уровне, комиссия федеральная работает, приезжали инспектора, надзорщики и сейчас будут работать. Я говорю абсолютно верным в том, что все исследовательные действия по возбужденным уголовным делам объективно будут расследоваться и процессуальные решения будут выноситься. Но касаясь уже ДТП, в связи с тем, что есть факт, что люди ездили на работу, с учетом вот этого через фонд социального страхования реально не могут получить.